Доброго времени суток, уважаемые зрители, наши подписчики и гости канала. Вы смотрите Польза и Вред. И сегодня у нас Вред и Польза яблок. Свежие, спелые, ароматные яблоки чрезвычайно вкусны и полезны для человека. Недаром еще Гиппократ говорил, что если есть одно яблоко в день, то не будешь болеть. Великий Авиценна также утверждал, что яблоко натощак каждое утро продлевает молодость и дарит силы. И в наши дни врачи утверждают, что в свой рацион необходимо включать фрукты и особенно яблоки. К тому же яблоки доступны практически всем, они хорошо хранятся, а в современном мире существует несколько сотен различных сортов, и каждый может выбрать себе по вкусу. Химический состав и калорийность яблок. Любой врач-диетолог посоветует яблоки как низкокалорийные продукты, всего 47 килокалорий. Кроме этого, в них содержится много клетчатки, которая усваивается организмом продолжительное время и чувство голода наступает позже. Клетчатка также необходима желудочно-кишечному тракту. Она усиливает перистальтику кишечника и помогает вывести токсины. Почти на 80% яблоки состоят из воды, а на 13-14% из углеводов и почти 8% это минералы и витамины, а белки и жиры только 1%. В состав яблока входит много витаминов и микроэлементов, которые необходимы организму для нормальной работы. Более детально вы можете сейчас это увидеть у себя на экране. Этот плод укрепляет иммунитет, поддерживает постоянный уровень сахара в крови, укрепляет сосуды и даже чистит зубы. Существуют даже специальные яблочные диеты, позволяющие сбросить несколько килограммов за считанные дни. Но давайте посмотрим на пользу яблок для организма человека. Благодаря легко усвояемым углеводам, содержащимся в любых сортах яблок, они являются идеальным средством от запоров и превосходно очищают организм от шлаков. Поскольку все вредные вещества выводятся и организм очищается, то как результат мы видим ускорение обмена веществ. А это, в свою очередь, улучшает общее состояние кожи, волос, зубов и ногтей. Яблоки чистят не только кишечник, но и печень, и почки, и поджелудочную железу. Даже один разгрузочный день, проведенный на яблоках, помогает почувствовать легкость и потерять от половины до полтора килограмма лишнего веса. Яблоки являются диетическим продуктом. Их можно добавлять практически в любые блюда, делая их более легкими и полезными. Но какие яблока полезнее? Красные, зеленые или желтые? Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, поскольку все яблоки полезны, особенно если они выращены без химических удобрений. Но по цвету они отличаются из разного количества красящего пигмента в их кожуре. Зеленые яблоки. Яблоки зеленого цвета считаются самыми гипоаллергенными. Многие утверждают, что в них содержится намного больше железа, чем в других сортах. Но это скорее ошибочное мнение. Есть достаточно простой способ, как узнать, сколько железа в яблоке. Для этого спелый плод надо разрезать и оставить на открытом воздухе на несколько минут. Чем быстрее яблочко потемнеет, то есть окисляется, тем больше в нем железных соединений. Ведь в наши дни производители фруктов идут на различные нечестные уловки, чтобы сохранить урожай как можно дольше и продать его как можно дороже. Поэтому бывает, что и пролежавшие несколько дней яблоки сохраняют все такой же идеальный глянцевый вид. Но порой под словом зеленые подразумеваются недозрелые кислые плоды, которые сводят скулы к кислотой. Но этот кислый вкус не от избытка железа, а от огромного содержания яблочной кислоты. Красные яблоки. Красные чрезвычайно аппетитные яблоки содержат большое количество красящего пигмента, который может вызвать аллергическую реакцию, особенно у детей. Кроме того, их нужно с осторожностью употреблять в пищу людям с проблемами желудокишечного тракта или верхних дыхательных путей. Яблоки желтого цвета не столь аллергенны, как разные, но и их нужно с осторожностью кушать людям, склонным к воспалительным процессам в легких и бронхах. Именно эти яблочки больше всего полезны для людей, имеющих проблемы с печенью и желчным пузырем. Все овощи и фрукты желтого цвета – тыква желтая, айва, дыни, груши, кукуруза и т.д. полезны для органов пищеварения, а также благотворно влияют на работу нервной системы и укрепляют иммунитет. В каком виде полезнее всего употреблять яблоки? Считается, что нужно в день съедать не менее двух сочных яблочек, только тогда будет реальная польза для здоровья. И, конечно, предпочтительнее есть свежие фрукты. Но не менее полезны для организма печеные, сушеные и моченые яблоки. Но об этом мы поговорим в одном из наших следующих видео более подробно. Ну а теперь немножко о противопоказаниях. При всех своих уникальных свойствах все же яблоки нужно с осторожностью есть людям, страдающим болезнями желудка, а в период обострения и вовсе от них отказаться. Существует аллергия, особенно на яркие и экзотические сорта яблок. При вздутии живота и метеоризме, также лучше не употреблять в пищу сырые овощи и фрукты, а есть их в печеном виде. Но помните, что еще Гиппократ говорил, что везде нужна мера. Поэтому, как бы вы не любили фрукты и как бы они не были полезны, все же придерживайтесь разумной меры. И самые вкусные и полезные яблоки растут именно на вашем приусадебном участке и на тех яблонях, которые вы посадили и вырастили самостоятельно. Ну вот и все у нас на сегодня. Ну а выразить свое мнение, либо же поделиться с нами своим личным опытом можно в комментариях. А с вами был канал Польза и Вред. И если вы еще не подписаны, то подписывайтесь. Ведь с нами вы узнаете еще много полезной, а главное важной информации. А я же всем говорю спасибо за ваши оценки к видео и всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok